Темные материи. Почему я назвал свой курс темные материи? За этим стоит, назовем это некая такая философия. Философия того, что внутри нас, внутри каждого человека есть и светлое, и темное. Поэтому в каждом из нас есть теневые стороны, есть темные части нас, которые нам могут не нравиться, на которые мы можем не хотеть смотреть, которые мы можем не хотеть проявлять. И если мы следуем таким путем, то есть мы не узнаем теневую часть себя, в таком случае вся наша тень продолжает действовать в нашей жизни. То есть вся эта теневая часть продолжает, можно сказать, проецироваться в мир. Потому что с точки зрения эзотерики, то, что мы называем внешним миром, вот этот физически знакомый нам всем мир, это зеркало, это отражение нас. То есть это то, что нас дополняет, то, что показывает то, какие мы с вами. И поэтому все наши теневые стороны всегда проявляются. Ведь в вашей жизни случаются ситуации, когда вы спрашиваете, за что, почему это со мной происходит, почему это именно так. У нас нет ответа, потому что мы эту часть себя можем не знать. И с точки зрения эзотерики очень важно для поддержания внутреннего баланса, для дальнейшего развития осознанного, знать и темную сторону себя. И все явления вот этой темноты в нашей жизни. И когда мы познаем обе стороны, обе части, теневые явления в том числе, тогда у нас появляется свобода выбора. То есть мы знаем и светлое в себе, и темное в себе. И мы каждый раз просто выбираем, что именно мы хотим проявить. Поэтому темные материи — это, можно сказать, как исследование темной стороны себя. Не погружение во тьму, стать злым или темным, а именно узнать другую часть себя, познакомиться с ней, чтобы быть более целостным, более сбалансированным и уметь поддерживать гармонию и решать то, что проявлять в каждом конкретном случае самостоятельно. Не бойтесь, страх — это то, что живет в тени. Узнайте темную сторону себя и станьте счастливее.